Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua и сегодня у нас на обзоре будет автомобильный, он же портативный холодильник Мистери МТЦ 243. Модель имеет минимально допустимый, на мой взгляд, объем 24 литра, а внешние габаритные размеры составляют 40 см на 40 сантиметров ширины и 23 сантиметра глубины. Внутренние размеры несколько меньше, высота 33,5 сантиметра, ширина 35,5 сантиметров, а глубина 19 сантиметров. Также в крышке холодильника имеется углубление на 5-5 сантиметров для очень высоких бутылок. Такого внутреннего объема холодильника будет вполне достаточно, чтобы разместить в нем несколько полтора или двух литровых бутылок, а также сложить рядом необходимые продукты. Лично я в подобных холодильниках всегда располагают две полтора литровые бутылки с водой которые полностью заморожены в лед они служат как аккумуляторы холода и в то же время например спустя 12 или 24 часа вода полностью в этих бутылках тает и получается что в холодильнике образуется еще две бутылки холодной питьевой воды для лучшей термоизоляции по периметру крышки установлен специальный уплотнитель а на корпусе холодильника есть скажем так ответная часть небольшой выступ глубиной 1 миллиметр этот выступ буквально впивается в уплотнитель и таким образом в холодильнике создается герметичная среда фиксация верхней крышки осуществляется с помощью перекидной транспортировочной ручки если ручку перекинуть на лицевую часть холодильника то крышка будет полностью закрыта и ее невозможно снять в таком положении ручка пригодна для транспортировки холодильника и если откинуть ручку назад то крышку уже можно снять без проблем в отличие от классических термобоксов в модели мтс 243 оснащена охлаждающим элементом который позволяет сохранять продукты охлажденными гораздо дольше это обычный пьезоэлектрический охлаждающий элемент ровно такой же который мы можем встретить в большинстве винных шкафов при прохождении электрического тока через охлаждающий элемент его нижняя пластина охлаждается а верхняя нагревается для отвода избыточного тепла в крышку холодильника установлен кулер который как раз обдувает пластины охлаждающего элемента и таким образом обеспечивает правильный теплообмен если изменить полярность тока который протекает через охлаждающий элемент то произойдет обратная реакция внутренняя пластина будет нагреваться а наружная охлаждаться для этого здесь предусмотрен специальный переключатель то есть данный холодильник может работать как на охлаждение так и на нагрев конечно же функции нагрева в автомобильных холодильниках мало кто пользуется но тем не менее если вам когда-нибудь понадобится сохранить продукты не в охлажденном а горячем состоянии то данное устройство вполне способно помочь вам в этом и собственно в этом заключается основное преимущество холодильников с элементом пил те перед компрессорными холодильниками недостатки перед компрессорными холодильниками у нас в принципе все те же если компрессорный холодильник охлаждает содержимое независимо от температуры окружающей среды то у холодильников с элементом пил те есть прямая зависимость от температуры окружающей среды конкретно эта модель может давать разницу температур между внутренней температурой и температурой окружающей среды примерно до 14 16 градусов то есть если у нас в салоне автомобиля 20 градусов то внутри этого холодильника по паспортным данным должно быть примерно плюс 4 что в принципе равняется к температуре в обычном домашнем холодильнике для подключения холодильника к питанию комплектации предусмотрен адаптер прикуривателя на 12 вольт адаптер на 220 вольт у этой модели не предусмотрен ну соответственно в каком-нибудь гостиничном номере такой холодильник подключить не получится либо же придется приобрести дополнительный адаптер с 220 на 12 вольт возможность подключения автомобильного холодильника в номере гостиницы или дома может быть достаточно важной так как для более эффективного охлаждения некоторые производители рекомендуют сначала подключить холодильник к сети дать ему какое-то время поработать чтобы он набрал рабочую температуру а затем только загружать него охлажденные продукты таким образом они будут оставаться охлажденными и свежими гораздо дольше но если такой возможности нет тогда холодильнику можно дать поработать например в салоне автомобиля и уже подъезжая к какому-то супермаркету быть готовым загружать него холодные продукты нашем случае эксплуатация этого холодильника будет более жесткой у меня есть бутылка воды комнатной температуры ну и в принципе холодильник еще не подключался и не работал с помощью пирометра я измерю температуру снаружи температуру внутри и также температуру воды затем размещу бутылку с водой внутри холодильника и оставлю ее там на два часа спустя два часа мы проведем контрольные замеры и посмотрим способен ли этот холодильник охладить водичку за два часа дальше у нас будет еще один двухчасовой тест итак температура на поверхности холодильника ровно двадцать шесть градусов по цельсию но и на в принципе совпадает с температурой нашего комнатного градусника поэтому температура окружающей среды у нас двадцать шесть градусов температура внутри у нас двадцать пять с половиной градусов по цельсию принципе немножко холоднее это все-таки холодильник и температура водички должна быть комнатной температура воды у нас немножко ниже ровно двадцать три градуса теперь я отправляю бутылку с водой в холодильник и включаем его на два часа спустя два часа стенки холодильника имеют температуру двадцать четыре и два внутри в холодильнике пятнадцать и шесть водичка имеет температуру шестнадцать и четыре прошло еще два часа то есть суммарно четыре и мы можем похвастаться следующими результатами стенки двадцать два и семь внутри у нас четырнадцать и один и поверхность бутылки воды пятнадцать и восемь и так спустя четыре часа при температуре окружающей среды плюс двадцать шесть мы смогли снизить температуру внутри холодильника до плюс четырнадцать и это при том что перед загрузкой я не дал ему поработать чтобы набрать необходимую температуру и воду загружал теплую то есть мы тестировали холодильник максимально экстремальных условиях если же придерживаться основных правил эксплуатации таких холодильников то можно достичь и более впечатляющих результатов также хочется отметить что максимальную разницу температур холодильник достиг буквально в первых два часа дальше разница между двухчасовым и четырехчасовым замером было всего в полтора градусов поэтому скорее всего уже спустя 6-8 часов и так далее температура будет снижаться незначительно и для того чтобы добиться более низкой температуры помимо соблюдения основных правил можно попробовать установить холодильник более прохладном месте тогда разница между температурой окружающей среды и внутренней температурой в принципе останется такой же но за счет снижения температуры окружающей среды мы получим и более низкую температуру внутри холодильника на этом у меня как обычно все если видео было полезным и интересным поставьте лайк и подпишитесь на наш канал субтитры подогнал «Симон» видео видео видео